Когда гастроли превращаются в каникулы, единственный в мире цирк лилипутов застрял в Кемерове. Цирковая группа с почти 70-летней историей застряла в Кемерове. Все дело в том, что руководство Росгосцирка не вписало гастроли группы «Сияние маленьких звезд» в план выступлений до следующего года. По факту актеры остались без работы, а реквизиты дрессированной животной застряли в здании Кемеровского цирка. В деталях разбирался Антон Лимонов. Даже без гастролей эти девушки приходят в цирк каждый день не выступать, а ухаживать за дрессированными животными, которые приехали сюда вместе с актерами. Единственная в мире цирковая труппа лилипутов попала в непростую ситуацию. В Кемерово прибыли. Здесь их встретили с радушием, а вот будут ли выступать – неясно. Одна из артисток, Ольга Безмен, только что вышла из отпуска и вообще не понимает, что происходит. Я сама из Минска. Я была в отпуске в Минске. И просто вот, я говорю, приехала из отпуска, у меня уже отпуск закончился. Я отпустила в отпуск своего работника по уходу за животными. И на данный момент я замещаю ее должность в ожидании дальнейшей разнарядки наших гастролей. Директор труппы «Сияние маленьких звезд», которая живет в Москве, тоже разводит руками. Никто не предупредил, что до 2015 года ее группа в план федеральных гастролей не попадает. Это, ну, глупости какие-то. Я не знаю. Понимаете, мы тоже не знаем, кто там это. Замы его, может, наверное, все. Артистки даже написали письмо на имя Владимира Путина. Ответили из администрации президента быстро. Подключили Министерство культуры, потому что Росгосцирк – их подконтрольный орган. Разбираются теперь там. Сами артисты даже предположить не могут, почему руководство с ними так обошлось. Труппа всегда была доходной. Их выступления собирают полные залы. Ольга говорит, уже пошли слухи, что «Сияние маленьких звезд» собираются расформировать. Это у нас целостное. Мы про что и говорим. Потому что мы не можем работать в других программах. Обращаться в прокуратуру артисты пока не собираются. Все-таки надеются, что дело решится миром. Пока состав «Сияние» живет без репетиций. Люди просто теряют форму без постоянных тренировок. Что говорить о дрессированных животных. Однако в других составах артисты работать не хотят. Это единственный коллектив стабильный, стабильный в системе. У нас люди есть, которые приходят с детства, работают, которые по 50 лет. Ну, правда, уже в живых, к сожалению, нет. По 40 лет рождаются новые дети. Понимаете, это такая история. И много документальных фильмов снималось про наш коллектив. И раньше, и сейчас снимаются. И, знаете, во всем мире интересуются. А как-то наша компания про нас вдруг забыла. Росгосцирк, по словам циркачей, ситуацию им не прояснил. Мы сами туда позвонили. И нам рассказали, вся эта история выдуманная. На самом деле артисты просто находятся в отпуске. Компания Росгосцирк не планировала и не планирует в будущем расформировать этот коллектив. Но для начала надо сказать, что мы не самоубийцы, чтобы расформировать коллектив, состоящий из людей социально незащищенных. И, во-вторых, этот коллектив уникальный. У нас больше таких нет. И заменить их неким. И, в-третьих, коллектив «Сияние маленьких звезд» буквально недавно вернулся из гастрольного турне по Монголии. Потом они были в Чите на гастролях, достаточно плотно работали. Потом их отправили в отпуск плановый. Они вышли из отпуска буквально несколько дней назад. И сейчас находятся в течение месяца во временном простое. Такой отпуск артистам оплачивают. Правда, в Росгосцирке не объяснили, почему лилипуты вынуждены ждать нового гастрольного графика именно в Кемерове. По словам руководства, они пробудут здесь еще месяц. А потом, может быть, все-таки выступят перед кузбасскими зрителями. Антон Лимонов, Анжела Паутова, Константин Червяков. Новости моего города.